Проблемой улучшения качества воды в городе вплотную занимаются местные чиновники. Из различных вариантов решения вопроса были выбраны самые экономичные, но достаточно эффективные. В качестве эксперимента в школе номер 2 и в детском саду номер 34 были установлены модульные локальные станции. На прошлой неделе в нашей школе была установлена система очистки воды любой сложности. И, конечно, мы, педагогический коллектив, ученический коллектив, родители нашей школы, очень благодарны главе администрации Козину Сергею Николаевичу, его заместителю Трошину Владимиру Евгеньевичу, главе города Майоровой Валентиной Александровне, ее заместителю Прошину Сергею Петровичу за внимание и решение действительно ключевых проблем нашего города. Ведь чистая вода – это наше с вами здоровье, согласитесь? И установка вот такой системы на пищеблоке на нашем школьном, несомненно, повысит качество школьного питания. Педагогический коллектив школы, воспитанники и их родители сразу по достоинству оценили нововведение. Эффект по очистке воды они почувствовали сразу. Из крана потекла на 100% чистая вода. Я от родителей второй школы хочу выразить большую благодарность за то, что нам поставили такую систему очистки воды, так как чистая вода – это здоровье наших детей. И нам бы, конечно, родителям хотелось, чтобы такую систему поставили еще для питьевых фонтанчиков, которые находятся на первом и втором этаже школы. А сами воду пробовали? Пробовали. Вода идеально чистая и на вкус очень-очень приятная. Стоимость локальной станции, установленной во второй школе, около 100 тысяч рублей. Монтаж – 25. Устанавливали и проводили инструктаж по эксплуатации очистительного сооружения сотрудники тольятинской фирмы «НПО-фильтр», которые занимаются системами очистки воды с 1996 года. Персонал пищеблока сегодня самостоятельно контролирует работу локальной станции. Сотрудники могут даже поменять картриджи, когда это потребуется. А вот техническое сопровождение локальной станции все-таки будут осуществлять специалисты. Чистую воду без масляных разводов, ржавчина и запаха теперь употребляют и воспитанники детского сада номер 34. 20 февраля в нашем детском саду начала функционировать модульная станция по очистке воды от примесей железа. Мы очень благодарны городской администрации и управлению образованием города Кузнецка, что они нашли финансовые возможности для обеспечения наших воспитанников чистой питьевой водой. 48 тысяч рублей стоимость приобретения и установки локальной станции в дошкольном учреждении. Финансовые средства на очистительные станции выделены из областного и местного бюджетов. По целевой программе «Чистая вода». Соотношение софинансирования составило 30% область и 70% город. Более того, в скором времени чистая вода будет подаваться еще в одно дошкольное учреждение. Будет установлена станция без железной воды на детский сад «Сказка». Значит, он будет самый дорогостоящий. Это 185 тысяч рублей понадобится. Почему? Цена практически в два раза дороже, чем в школе номер 2 и 34 детском саду. Поскольку в детском саду «Сказка» у нас есть плавательный бассейн, который из-за неудовительного качества воды не эксплуатируется на протяжении последних 6 лет. Так вот, мы будем очищать воду полностью на входе в здание, для того, чтобы бассейн наполнялся чистой водой, дети могли там купаться. Наконец-то мы его должны открыть. И также для приготовления пищи и для питьевой воды, для использования в дошкольном учреждении. Значит, если мы убедимся на протяжении, допустим, месяца-двух лет эксплуатации, что качество воды улучшилось и соответствует санитарному нормам, то будет разработана городская программа установки таких станций в детских дошкольных учреждениях и будем их все оборудовать подобными системами очистки. Рассматривают местные чиновники возможность установки локальных станций на водопроводных сетях многоквартирных домов. Под вопросом пока остается реконструкция станции обезжелезивания на городском водозаборе. Но первые шаги к улучшению качества воды в городе уже сделаны. И судя по результатам, эти локальные станции в дальнейшем будут востребованы на территории города.